Не поздно отказаться Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, уважаемые слушатели Сегодня 7 октября, суббота 2017 год И мы начинаем нашу передачу, которая посвящена сегодня слуху человека Значит, начинается она с очень интересного дела Дело в том, что у нас есть наружные уши И наружные наши уши, наша раковина слуховая, она нужна для того, чтобы его, соответственно, организовать В горах Азии есть даже такая пещера специфическая, похожая на человеческое ухо большое Если туда чихнуть или свистнуть, значит, соответственно, звук внутри очень сильно усиливается Но это очевидные вещи Мы знаем прекрасно, что наши замечательные собаки, которые бегают вокруг нас Если у них уши не купированы, то они такие страшно ушастые И вообще присмотритесь к домашним животным И кошки, и коровы, и козы вообще не очень ушастые То есть, с такими рупорами на голове достаточно смешными, если к ним не относиться как к привычному явлению Вот этот рупор нужен для того, чтобы направить звуки в слуховой канал Где он заканчивается специальной мембраной, которая колеблется в соответствии с теми звуками, которые там попадают Ну, по этой причине, конечно, из ушей иногда нужно выковыривать выделение клеток Иначе возникает проблема с восприятием звуков Особенно у стариков и у детей У которых эти самые выделения образуются очень активно Что же там внутри? Внутри лежит несколько специфических косточек, очень маленьких Значит, соответственно, молоточек наковальный и стремничек Смысл которых... Они очень маленькие, косточки Для того, чтобы усилить колебания той мембраны, которая движется за счет звуков Слух у нас очень хороший, надо сказать И на самом деле, может очень сильно усилиться этими косточками так, что внутренняя система, где уже звуковые сигналы воспринимаются, может разрушиться Поэтому по этой причине у нас там есть самая маленькая мышца нашего организма Которая прицеплена к этим косточкам Тонюсенькая маленькая мышца Она спасает наш слух Ну, например, если какой-то будет резкий звук, выстрел, рев реактивного самолета Она напрягается рефлекторно И эти косточки колеблются меньше А в результате слуховое восприятие у нас не страдает То есть мы слышим этот звук, но несколько ниже, чем необходимое давление на барабанную перепонку Чтоб разрушить наше ухо Вот такая штучка, это вся механика, наружная система звукового восприятия А что же внутри? А внутри нас тут же ждет неожиданность Потому что на самом деле, как говорят некоторые корреспонденты, у человека Там пять органов чувств, плюс шестое, астральный хвост Который они рекомендуют отрезать специализированных учреждений за большие деньги Мы так делать не будем, мы посмотрим, сколько у нас их всего Основных довольно много По-разному, с разных точек зрения, по-разному, что относить к основным Но от 11 до 18 И вот как только мы касаемся уха, там оказывается сразу три органа чувств Достаточно забавных, о которых мы чуть-чуть говорили в предыдущей лекции В том числе вестибулярный аппарат Но там три, то есть рецептора углового линейного ускорения Собственно говоря, орган слуха Но поскольку про угловое линейное ускорение мы говорили на прошлой передаче Сейчас будем говорить о слухе Значит, что же там устроено? На самом деле, наша слуховая система убогая до нельзя Но вы знаете, что собаки слышат лучше Я не говорю про летучих мышей, у которых треть мозга направлена только на то, чтобы Воспринимать высокочастотные сигналы примерно в диапазоне 61 тысячи герц И анализировать отраженные эти сигналы У нас, конечно, все не так У нас все похуже И слух у нас не намного лучше обоняния Которого у нас вообще никакого Иначе говоря, обслуживается каждый из наших парных слуховых аппаратов Парных систем Всего 12 с половиной тысячами клеток То есть, вот как вы родились Вам на всю жизнь в слуховой системе в одном ухе 12 с половиной в другом То есть, всего 25 тысяч клеток Примерно плюс-минус десяток Ну, или сотни, если уж мы будем упираться в расовые различия Но, тем не менее, 12 с половиной тысяч клеток Это на всю жизнь для того, чтобы слышать Плюс механическая передача Плюс никудышняя мембрана Которая напряжена в достаточно большой улитке И длинной Которая колеблется в соответствии с той жидкостью Которая изменяет свое движение В зависимости от толкающего снаружи воздуха Вот такая никудышняя система Снаружи воздух Потом механика, подпертая маленькой мышцей А потом внутри жидкости В этой жидкости висит мембрана Еще на которой сидят клетки Которые воспринимают эти самые колебания мембраны Значит, по модели резонанса То есть, там все достаточно просто Но 12 с половиной тысяч клеток, естественно, очень мало И, конечно, в течение жизни они так или иначе погибают Поскольку метаболизм наш несовершенен И люди, вы знаете, в старости страдают тугоухостью Ну, вспомните хотя бы хронику Циолковского Который ходил уже под старость лет с такой трубой Похожей на мегафон железный, такой самодельный Который, правда, пристраивал к уху То есть, вот такие трагедии Пытаются усилить Могу сказать, что на самом деле протезирование полностью глухих людей Оно существует Существует с конца прошлого тысячелетия И здесь ничего нового нет И Илон Маск, когда там чирикает о том, какой он великий комбинатор Значит, он немножко лицемерит Потому что я уже говорил об этом и повторюсь Уже в 90-е годы, в конце 90-х годов были разработаны операции Успешно проведены по имплантации микрочипов То есть, они не сами думают, естественно, они просто передают сигнал Который по амплитуде и частоте похож на сигнал слухового нерва Непосредственно в первичные слуховые ядра А, собственно говоря, передатчик Это обычно располагается где-то вот Под височной кожей, такая мембранка достаточно большая Где генерируется этот сигнал в соответствии с звуками И передается в мозг И люди со временем обучались воспринимать это как достаточно грубые Но, тем не менее, звуковые сигналы Так что, здесь ничего нового нет И 20 лет назад вполне успешно такие операции проводились То есть, даже при полном повреждении внутреннего уха То есть, всего до мозга Можно отчасти восстановить эту систему Благодаря современной хирургии и микроэлектронике То есть, здесь процесс может быть еще открытым и усовершенствован Так вот, наш этот самый нерв, который передает сигналы От этой слуховой системы, в стебулярной системы Он сложный, он, понятно, что многокомпонентный И если вы думаете, что приходят всего три нерва То есть, от полукружных каналов, грави-рецептора и слухового То вы глубоко ошибаетесь Потому что, представьте себе проблему Малейшие изменения мембраны должны считываться То есть, ну, чуть-чуть колеблется мембрана Ну, что-то там, кто-то мужу по телефону отвечает женским голосом Ну, как тут не расслышать? Надо же внимательно смотреть за тем, что происходит И прислушиваться И все это срабатывает И часто люди обладают действительно феноменальным слухом Через замочные отверстия могут услышать то, что говорят в трех комнатах от дверей То есть, есть такие мастера Это широко использовалось Во многих гостиницах во всем мире делали специальные ниши Где сидели хитрые разведчики, послушавшие разговоры Особенно иностранных посланников Это практиковалось до недавнешнего времени Пока микроэлектроника не достигла нужного развития Так вот, как же достигается такая невероятная чувствительность наших этих слуховых клеток? И здесь нужно сказать одну очень важную подробность Эти клетки не имеют отростков И никаких сигналов, отправляющихся в мозг Как пишут иногда лондонские исследователи Они не отправляют Дело в том, что это безотростковые клетки То есть, это маленькая круглая клеточка такая У которой сверху торчат, как такой подстриженный под бобрик волосы То есть, на самом деле, специальные выросты мембранные Которые колеблются в соответствии с тактом Той жидкости, которая приходит в движение От передаваемого через молочный ток наковального стремичка Из наружного уха То есть, получается вот такая штучка Эти вот маленькие волоски, которые колеблются в такт этим Они и генерируют тот самый Очень небольшой, очень маленький градуальный сигнал А что это за градуальный сигнал? Это значит, что заряд мембраны меняется на несколько милливольт И этого достаточно, чтобы этот сигнал считать А вот дальше происходит очень интересная вещь Считать этот сигнал нужно какой-то механизм А поскольку звук очень важен для нас в жизни Мы быстро реагируем на нехорошее слово, на крик, на выстрел, на все что угодно Значит, нужно, чтобы это работало оперативно И тут наш организм в процессе эволюции довольно долго совершенствовался А как именно? Это система так называемого прохода информации То есть, когда у нас специальное нервное волокно приходит на клетку С этими волосками, волосковую клетку И передает сигнал в тело клетки А другое волокно отходит от этой клетки И считывает сигнал То есть, у нас одно волокно, значит, эфирентное, другое афирентное По эфирентному входит, по эфирентному выходит сигнал И вот скорость пульсации этих сигналов появляется самым страшным секретом в человеческом Слухи, поскольку сигналы идут с частотой 200 импульсов в секунду Поэтому любое минимальное движение этих самых волосков на поверхности клетки Приводит к изменению всего лишь на 1 милливольт заряда этой клетки И сигнал считывает Все очень просто Без хитроста до нельзя То есть, сама клетка пока что-нибудь сгенерировать Нас уже с вами давно бы съели еще в процессе эволюции Но раз этого не произошло, значит, возник вот такой эффективный и достаточно рациональный механизм Также точно работают и все клетки, которые лежат в полукружных каналах И отвечают за движение жидкости во время ускорения внутри этих полукружных каналов Также точно работают клетки гравитационного рецептора Но чуть там посложнее, поскольку над этими волосковыми клетками лежит такая толстая мембрана Заполненная гидроксиапатитами, то есть камушками Такими в общей оболочке, которые давят на ее поверхность Причем это давление настолько чувствительно, то есть настолько точно считывается волосковыми клетками Что, как показали прямые эксперименты, достаточно изменить приближение мембраны к этой волосковой клетке Чуть не на атом водорода И уже это воспринимается как, ну в данном случае, гравитационный сигнал Слух примерно по этому принципу и работает Всегда через безотростковую клетку с волосками проходит сигнал на вход и на выход И благодаря гигантской скорости прохождения этих сигналов у нас достигается сверхвысокая чувствительность То есть сами клетки сигнал не считывают, ничего не генерируют Но меняют проводимость вот этого скоростного сигнала через свое тело Благодаря этому мы и слышим звуки Но поскольку мембранка, на которой она сидит, они имеют конусную форму Значит, ну соответственно мы видим, слышим разные частоты Но далеко не все и далеко не в идеале хорошо В чем дело? Дело в том, что в процессе эволюции мы, по сути дела, подутратили слух Очень сильно подутратили, почему? Потому что, если посмотреть на человека и сравнить с другими наземными животными То выяснится, что у нас во взрослом состоянии, в общем-то, слух неважный Диапазон частот едва-едва достигает 18 тысяч герц, это наверху И где-то 10, 12, 18, собственно, внизу Остальное воспринимаем там колебания уже или косвенно Как пищание дельфинов, которые там в высокочастотном диапазоне работают Или колебания там стола и стульев Когда какой-нибудь маньяк-меломан имеет убогую систему Акустическую, которая, значит, приводит в колебания весь дом Но известно, что низкие частоты действуют разрушительно И на основании этих принципов были построены такие в свое время разными странами Боевые свистульки с низкочастотной, которые очень эффективно себя показали Во время военных действий внутри пещерных лабиринтов Достаточно такой свисток включить, низкочастотный То через полчасика можно будет выносить героев-террористов пачками Что, собственно говоря, было и сделано Так вот, такая наша ограниченность высокочастотная Отсутствие высоких частот Это, конечно, печально Но мне нравятся продавцы оборудования акустического Которые говорят, что у нас зато частотная характеристика в районе 30 тысяч герц Это чудесно! Но интересно, кто будет слушать эту музыку? Дельфины или люди? То есть, поскольку 10 тысяч герц это чистая разводка на деньги Ну и то же самое в нижние частоты Значит, что же было до того, как мы так низко пали в слуховой системе? А до этого было много чего интересного Наши предки явно слышали намного лучше нас Тем более, что у нас был период, когда, как вы помните, мы утратили зрение То есть, мы утратили цветовое зрение, но потом у приматов возникло вторичное То есть, ясно, что мы были обонятельными такими нюхачами и слухачами Живя в темных лабиринтах Так вот, следы этого есть или нет? Да, есть Если мы пойдем и залезем в мозги И начнем проследим путь слухового нерва О котором я говорил в прошлый раз Чуть-чуть То выяснится, что у нас там на входе Значит, будем загибать пальцы Два кахлеарных ядра, отвость первичных слуховых Потом олива, идеальная она, как правило, лежит Дальше задние бугорки четверохолмия Ядра латеральной петли И, значит, медиальное коленчатое тело и кора То есть, полтора десятка структур, если с подробностями Но для нас важно посмотреть А вот в этой, во всей славной системе переключения восходящих звуковых сигналов Есть ли ли какие-то свидетельства нашего печального эволюционного прошлого? Потому что, ну, многие считают, что мы же не от эволюции произошли, а совсем другим способом Так вот, заодно пусть попытаются себе самим, внутри себя С помощью богатого внутреннего мира объяснить Откуда происходят такие метаморфозы, о которых я сейчас расскажу А что же это за метаморфозы? Вот на пути, как вы понимаете, из первичных слуховых ядер Волокна частично перекрещиваются на противоположную сторону Нам же звуки надо сравнивать справа и слева То есть, куда бежать-то И вот после перекреста еще возникает вот эта самая латеральная петля Латеральная петля – это небольшое скопление клеточек в стволе мозга Когда восходящие слуховые пути образуют контакты И там три ядра у человека закладываются Но если мы возьмем взрослого человека и потихонечку Значит, порежем его мозг по 10 микрон И посмотрим, что там в стволе То мы, к своему удивлению, найдем в слуховой системе только два ядра За средние и низкие частоты А где же третья-то? А третья, оказывается, у нас возникает в процессе эмбрионального развития То есть, когда у нас детеныш еще в животике у мамы Ну и родившиеся некоторое время тоже сохраняются Там три ядра То есть, в латеральной петле, в комплексе слуховых ядер У человека возникает и закладывается три ядра И третье, оно как раз самое забавное Оно называется интермедиальное ядро латеральной петли И оно высокочастотное Иначе говоря, новорожденные дети Прекрасно слышат высокие частоты И это весело и странно Потому что, особенно, когда папа маньяк И сидит, например, дома, чтобы не мешать Любимому своему перенесенному геному спать Он сидит, значит, в своих любимых дебильниках, в наушниках, как я сейчас И, значит, там глушит себя, значит, какой-нибудь замечательной музыкой На тему один палка, два струна и хозяин вся страна У которой как раз есть все высокочастотные характеристики Значит, которыми он наслаждается, так сказать, заочно, поскольку не слышит А вот если техника хорошая, дорогая, качественная А многие любят достигать доминантности именно таким способом Значит, то ребеночек-то слышат И поэтому, как только папа тихо садится в углу Слушать эту прекрасную музыку Обогащающую его, наверное Значит, его ребеночек в этот момент Значит, начинает сходить с ума И пытаться залезть на потолок с пола Или своей кроватки Почему? Потому что он-то слышит сильно за 20 тысяч герц, там до 26 Вот, это только постепенно, когда ребеночек подрастет Ну, папа сказал, он привык На самом деле у него это ядро, заложенное интермедиально, постепенно исчезает То есть оно не то, что его там мышки съели Нет, это ядро просто-напросто не развивается Из нескольких десятков клеток, которые возникают в закладке Которые работают сразу после рождения Ничего не остается, новых клеток не поступает То есть это ядро когда-то в эволюции У нас играло колоссальную роль То есть мы пользовались им очень активно Оно было необходимо и жизненно обусловлено биологическим отбором То у людей, у приматов, судя по всему, оно утратило всякое значение биологическое И осталось в виде такого привета из далекого прошлого Но, тем не менее, можно иногда даже использовать это ядро с пользой Со всеми оговорками можно сказать, что это ядро можно наработать у ребеночка Неплохой рефлекс на высокочастотный свисток для собак Чтобы вы кормите его и посвистываете Покормили его, ну и он спит Ночью просыпается и начинает орать Вы свистнете Он по рефлексу Павлова, горячо любимого, опять засыпает Ну, вроде как свисток-то ассоциируется с кормежкой Ну и для ленивых родителей иногда это выход из положения Ну вот, так что экспериментировать не советую Не дай бог это ядро сохранится до конца дней А индивидуальная изменчивость у нас мозга огромна Ну и тогда чего? Кто-нибудь собачий свисток свистнет И ваш ребеночек заснет где-нибудь на охоте Ну, в общем, это опасно Значит, таким образом у нас с вами слуховая система Несет в себе следы далекого эволюционного прошлого То есть высокочастотный центр А вот поднимаясь вверх, она уже несколько иные несет следы Дело в том, что не у всех животных есть слух Если вы посмотрите на селедку и попытаетесь с ней поговорить как-то Даже если она будет живой То вам вряд ли чего получится Она там воспринимает колебания боковой линии Там другие всякие механизмы Когда-нибудь мы до этого дойдем Вот, но слуховая система у них в основном У первичноводных позвоночных нацелена на восприятие колебания жидкости Там система каналов существует специальная Которая, да, используют Они в основном используют полукружные каналы и гравитационные рецепторы Это очень важно для них А вот слух в нашем понимании у них не такой и не так работает Там есть только некоторые стартовые клетки Которые позволяют реагировать на резкие такие сигналы Для того, чтобы осуществлять избегание от опасности А так в основном все воспринимается боковой линией Здесь специфические механо-рецепторные клетки Тоже воспринимающие давление воды И когда вы видите в кино, что все рыбы поворачивают направо или налево Вы думаете, как они так договариваются Но это точно среди них какой-то особый дух витает Никаких духов там нет Там есть органы боковой линии Достаточно двум крайним рыбкам или трем повернуть Как этот сигнал от боковой линии передается всей стае Она дружно поворачивается Вот они так и мечутся, как оглашенные То есть никаких проблем в данном случае нет Это просто передача механического сигнала через воду Значит, с слуховой системой связано Кроме того, что она достаточно сложно устроена И отражает эволюцию У нас связано много всяких сказок Надо напомнить То есть сказать особенно беременным, мамам И папам, которые к этому иногда бывают причастны Значит, что полукружные каналы у человека Закладываются только в восьмой неделе То есть это два месяца беременности Это быстрее всего Но, как вы понимаете, полукружные каналы Это не слух А это как раз для того, чтобы ребенок воспринимал Вот это положение кормления Когда его подносят к груди То есть в этом случае Когда ребенка, мамка подтаскивает к груди Полукружные каналы, как дифференцирующие Самые первые сообщают о том, что можно открывать ротик И начинать искать молочные железы А вот улитка, та самая слуховая Начинает формироваться очень рано На четвертой 4-6 миллиметров за родуш И к седьмой неделе достигает одного витка То есть закручивается У нас же она закрученная Улитка потому и называется улиткой Потому что, как у ракушки У виноградной улитки есть витки И вот первый виток это только на седьмой неделе В концу девятой, то есть к началу девятой Уже одна и три четверти витка закручивается дальше И к одиннадцатой неделе она достигается у полноценного размера То есть получается два и три четверти витка Почти три И вот в этом виде она у нас сохранится Нельзя сказать, что это хорошо или плохо Есть животные, у которых пять витков улитки И есть животные, причем знаменитые Флухачи такие, как летучие мыши Когда у них улитка вообще почти прямая Без всяких витков То есть это не играет особого значения Это говорит только о скорости восприятия И специализации на определенном частотном диапазоне Значит окончательно дифференцировка Возникает только к двадцать пятой неделе Внутриутробного развития При этом чувствительность возникает тоже двадцать четвертая и двадцать шестая неделя А слуховые косточки окончательно превращаются из хрящевых закладок костной К двадцать четвертой неделе А до этого ребенок, если воспринимает колебания жидкости околоплодной То только через скелет То есть это непрямая, непрямой слух По этой причине до двадцати четырех недель Даже симфонический оркестр не поможет развиваться мозгу Поскольку ребенок просто-напросто ничего не слышит А синаптические контакты, о которых мы поговорим как-нибудь в следующий раз Они возникают еще позже Но поскольку реакции все на раздражение На звоночек, как любят обязательно делать некоторые врачи Там еще на что-нибудь Идут через материнский организм Ребенок реагирует Что его дают обычно за музыкальное воспитание внутри утробы матери Не верьте авантюристам и провокаторам А теперь новости Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта Расскажет профессор Сергей Савельев В программе «Вынос мозга» Мы продолжаем нашу передачу И сейчас переходим после небольшого отвлечения К одному из наших плановых разделов Здесь мне пишут в телеграмме разные сообщения И вот отличается Алексей, который в скобках ставит врач Действительно, наверное, в скобках Потому что он задает вопрос И констатирует, что анализаторы у меня бедны Если я не слышу 10 тысяч и выше Значит, Алексей, уважаемый слушатель Вы, видимо, еще и глухой Потому что я говорил довольно подробно О частотных диапазонах А то, что вы свои личные наблюдения На уровне 19 века Пытаетесь распространять на всю остальную аудиторию К сожалению, я декларировать не буду Кстати говоря, мы переходим к нашему новому Государство и наука И вот здесь новость как раз для нашего дорогого Алексея В скобках врача Значит, начинается в нашей стране Компания по подготовке судебному преследованию врачей По серьезному То есть, если они ошибаются То есть, если у них знания, как раз, на уровне 19 века Или построены на личных наблюдениях за своим ребенком То до них в ближайшее время Специальным законом будут легко добираться прокуратура И правоохранительные органы И их будут судить за то, что они неправильно оказывают Медицинскую помощь А определять правильность или неправильность Будут, соответственно, представители прокуратуры И, значит, милиции То есть, полиции теперь по-новому И с чем я их и поздравляю Потому что, да, действительно, такая практика существует И, конечно, в некоторых случаях Когда ко мне приходят консультироваться некоторые врачи Конечно, хочется обратиться к тому, кто их учил Как их учили И спросить Но не столько с врачей А сколько системы образования Которую те же самые чиновники Превратили в булонское посмешище То есть, по которому, например, в нашей стране Надо было ликвидировать все педиатрические кафедры Так, для справочки А для чего все это было сделано В свое время переход на булонскую систему Которая опустила наше образование на пещерный уровень Которое было одним из лучших в мире Да очень простой причине Просто дети чиновников богатых Которые выезжали на запад Они выезжали с дипломами, которые там не признавались А вот для того, чтобы их признавали Что папины и мамины деньги тратить было удобно Ввели, подписали булонскую конвенцию По которому наше образование Опускали до уровня европейского И вслед за образованием Мы там, соответственно, науку Ну и, соответственно, подготовку врачей И мы имеем то, что было организовано Любвеобильными родителями Которые отправляли своих детей на запад Тратить сработанные честнейшим образом деньги Так вот, это судебное преследование врачей Вроде бы хорошо Но на самом деле, смотрите, человек там ошибся Что-то не то отрезал Там, ай-яй-яй Конечно, такие сейчас примеры полезут в масс-медиа В огромном количестве Будут жаловаться Меня смущает другое Меня смущает другое То, что решать все это будут Специально образованные прокуроры И представители силовых органов Как их будут специально образовывать Когда у нас врачи Вот то, что мне присылают Это ужас, полнейшие даже вопросы Читать стыдно Не то, что на них отвечать Значит, что же делать? Как выйти из этой ситуации? А из этой ситуации выход давным-давно есть И он обсуждался То и в общественной палате И в других разных Очень общественных организациях Но они как-то В соответствии с темой нашей сегодня передачи Неожиданно превращаются в слепо-глухонемых Когда дело доходит О серьезном Организации этого процесса Дело в том, что у нас в стране Существует прекрасная Патанатомическая служба Которая из-за ее значимости В том числе и для силовиков Хорошо сохранилась Там работают очень квалифицированные Знающие специалисты Как судебные медики Так и патанатом И неоднократно В том числе и ваш покорный слуга Призывал к тому, чтобы Вынести за рамки Министерства здравоохранения Прошу прощения Здравоохранения Эту службу То есть сделать ее рамк Министерства с контрольными функциями Тогда прекратится Фальсификация Оценки результатов смерти по стране Которая зависит от программы Вы принимаете программу борьбы Например, с сердечной недостаточностью Ну и всем в приказном порядке Патанатом говорят Так, всех хоронить от других болезней А это ставить как сопутствующее Успех, успех Миллиарды освоены Освоены Ура, товарищи Вот таким образом делается фальшивое Отчетность таким образом осваиваются Деньги самым коррупционным способом И для того, чтобы этого избежать Нужно сделать только одну простую вещь Вывести патанатомическую службу Из подчинения Минздрава И соответственно Вывести из подчинения Любых других силовых министерств Для того, чтобы заставить патологоанатома Писать то, что не совсем так Было невозможно И тогда мы получим Во-первых, реальную картину смертности в стране Во-вторых, прекратятся эти все безобразия по ОМС Когда непонятно, за что платить, кому и как В-третьих, будет понятно Куда направлять государственные усилия Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию А не читать бодрые реляции О том, чего нет К сожалению, я боюсь, что этого опять не произойдет И возникнет прекрасная служба надзора над врачами Которая я вижу Которая я вижу как систему дополнительного кормления Поскольку врачи будут, соответственно, просто обирать Значит, ну а раз так А врачи у нас получают не как в США Миллионы рублей А иски будут такие Именно такие со стороны пострадавших Или псевдопострадавших То я думаю, что это приведет к тому Что врачи просто перестанут работать практически Будут уходить в другие области Все это, естественно, тянет вместе с проектом На 58-ю статью Старую любимую Антигосударственная деятельность Ну, сегодня Надо сказать, что Государство и наука у нас расширенный Как бы Расширенный раздел И в нем есть Прекрасная часть Так звучит панамская утка Эту уточку Не по-пекински Нам приготовил Нобелевский комитет Значит, в чем дело Объявлено на прошедшей неделе Что Джеффри Холл, Майкл Росбыш и Майкл Гьянг Удостоены Нобелевской премии Могу поздравить этих Престарелых деятелей Которые на Западе называются профессорами А по-нашему, кстати, вы это кандидат наук У них нет докторских степеней Поэтому уровень подготовки Ну, сами понимаете, какой Ну, вот, ладно Вот эти, в общем, бодрые профессоратеры и кандидаты Значит, получили Нобелевскую премию За суточные биоритмы За их молекулярные механизмы То есть, ну, действительно, все очень круто Они нашли внутри клеток Специальный молекулярный механизм Который отчитывает время Причем все это было сделано, конечно, как вы понимаете На дрозофиле Ну, прекрасно Значит, они говорят о чем В чем смысл Что один белок накапливается днем Расходуется ночью И расходуется днем Ну, и чудненько все Так мало того, что они расковыряли Всю молекулярную кухню этого дела И тут работа тянет на хорошую Крепкую кандидатскую диссертацию То есть, они нашли, что ген Который отвечает за накопление И деградацию белка Пер То есть, мы просто будем говорить Белка П Он задерживается И, значит, блокируется Ночью, значит, он входит Этот белок в ядра Блокирует еще гены И вот это цикл Потом еще открыто было Несколько генов Которые вырабатывают Соединения Которые блокируют синтез И вот эта вся кухня Длинная в несколько цепочек Действительно здорово сделана Качественная работа У меня нет к ней претензий Она с их точки зрения Определяет суточные ритмы Ну, прекрасно Казалось бы Ну, почему бы не дать Нобелевскую премию Но, вы знаете По моим наблюдениям Суточные ритмы определяются Движением Земли вокруг Солнца И о том, как сообщить генам О том, что Когда синтезировать Непонятно Вот эти ребята Видимо, на улицу давно не выходят И по этой причине Они считают, что Вот этот пейсмекер Он является Таким универсальным И уникальным То есть он просто Это цикл Биохимических реакций Внутри клетки Который определяет Идет с определенной частотой С определенной скоростью Системы генетических задержек И которая И поддерживает Этот суточный ритм Возникает вопрос А мы знаем Что многие метаболические реакции Зависят от температуры Как? У температуры Зависимые дрозосилы Они идут так же Как у мышей И у человека Странно Несколько Более того Еще страньше Другой опыт Если человека Вытащить Из суточного ритма То есть Когда он находится В нормальных условиях И поместить его В полностью Изолированную комнату То у него Возникнет Не 24-суточный Не 24-часовой Ритм Как эти дорогие Исследователи Пишут А 33-часовой Это что У человека Какие-то внутренние Молекулярные Механизмы Идут по-другому Тогда за что Нобелевская премия Тем более Возникает вопрос За что Когда мы Поместим В такие же условия Разных животных Разных видов И насекомых Тем паче У них Устанавливаются Устанавливаются Отнюдь не 24-часовые Циклы Тогда Где тут Молекулярный Письмекер Но тем не менее Нобелевские Премии Не забирают А ребят Могу поздравить Но можно Не беспокоиться Деньги не отнимут За последние 25 лет Когда я Еще интересуюсь Так Эпизодически Нобелевскими Лауреатами Могу сказать Что 3 или 4 Премии В области Медицины Физиологии В чем я разбираюсь Являются Настоящими А в основном Это липа Ну Последняя липа Крупная Это японские Методы Выявления Стволовых клеток По 4 генам Прошло уже Несколько лет Но как этих Стволовых клеток Не было Так и нет Ну Нобелевская премия Осталась у японцев И поздравляю То же самое Гомеобоксные гены Которые были Как раз Дали Нобелевскую премию За те Которые не работали Тоже хорошее дело И таких Нобелевских урядов Можно перечислять Пачками Но к сожалению Время на это Тратить жалко А сейчас Мы с вами Чуть-чуть поговорим И о Новостях Отечественной науки Все-таки Это важное И нужное Дело Поскольку Сейчас наступает Пора Отчетов То есть Ученые Должны Отчитываться Отчитываться За то Что они Делали В течение Года Я напомню Что у нас Все институты Фундаментальные Подчиняются Федеральному Агентству Научных Организаций ФАНО И руководитель Этой организации Поскольку он Прекрасно Организует Науку Получает Чуть меньше 15 миллионов Рублей в месяц Я понимаю Конечно У него много Забот Не то что У кандидата Наук До 30 лет Который Получает 14,5 тысяч Рублей в месяц Но собственно Говоря Это кандидат Наук Поэтому и должен Отчет писать Для руководящего Состава ФАНО И соответственно Последние Три с половиной Года Как я вам уже Говорил Мы не получаем Ни на оборудование Ни на химию Никаких денег Но отчеты Требуются Жесткие По ГОСТу И очень тщательные И у меня Теперь Предложение Провести Небольшое Голосование Чтобы наши Слушатели Оценили А как вы думаете Писать ли Отчеты Отечественным Ученым Или нет Значит Как будем Проводить Голосование За Это 495 134 21 35 Это Вы согласны Что мы Обязаны Писать эти Отчеты И другой Телефон 134 21 36 Нет Значит При таких Условиях И при такой Плате труда Наверное Писать Отчеты Не очень Хочется И вы Не советуете Это делать Для того Чтобы Перегнать Всю эту Историю В Некую Административную Плоскость Но пока Идет голосование Я вас порадую Чем-нибудь Веселеньким Значит Ну Веселенький На этот раз Нам Приготовили Замечательный Немецкий Ученый Из Широко Известного Института Макса Планка Который Которые Отличились Во главе С директором Хутнером Тем Что Объявили О Находке Гена Создавшего Человека То есть Это Конечно Бесподобная Находка И она Построена Как раз На то Чем мы Занимаемся А именно На мозге Они Нашли Что Существует У человека Ген Он Очень Длинное Название Я его Не буду Называть Кто захочет Найдет Ссылку По Хутнеру Или По Институту Макса Планка Значит Он Оказывается Есть Только Экспрессировался Только У Сапиенсов Неандертальцев И Соответственно У Денисовского Человека Из Денисовской Пещеры Который Найден По кусочкам Значит Это Говорит Сразу О По многому О том Что Во первых Этот ген Видимо Они Не Нашли То есть Видимо Это Некая Короткая Последовательность Которую Они Решили Что Она Связана С Этим Геном Которую Они Смогли Найти В остатках Неандертальцев То есть Тут Уже Виден Небольшой Такой Ну Маленький Я бы Сказал Утеночек Но Самое Главное Что Они Засунули Это Все Дело В мозг Мышам И Увидели Что Они Там Начинают Эти клетки Светиться И тут Выясняется Что Это Не Только Если Посмотреть Оригинальные Работы Этих Гениев Из Института Макс И Планк Что Они Не Только В мозгах Во первых В мозгах Это Не во всей Коре Во вторых Там Находится И в хрящах И во многих Труких Тканях То есть Явно Их Найденная Небольшая Последовательность Которую Они Пытаются Выдать За ген Она Работает Во многих Клетках И Таким Образом Является Достаточно Неспецифически И никак Не связанной С мозгом Ну Правда Хутнер Когда его Стали пытать Злые Журналисты Коварные Он Сказал Конечно Не все Так Хорошо Там Еще 56 Генов Есть Которые Связаны Может Они Тоже Участвуют Короче Говоря Пытается Уйти От Ответственности За свои Гениальные Высказывания Но Тем не менее Сама Идея Найти Один Ген Который Влияет На развитие Мозга Человека Достойно Высокого Поощрения Я поздравляю Господина Хутнера И его Сотрудников Которые Смогли Отчитаться За потраченные Деньги Ну А сейчас Мы посмотрим Что у нас Получается Ну Голосование Идет И мы Продолжим Его Я думаю Еще Ближайшие Пять минут Поскольку Высокое Ну вот А пока Послушаем Что нам Говорят Слушатели В ответ На сегодняшнюю Передачу Да я вас Слушаю Вы в эфире Доброе утро Доброе утро Девя Славович Скажите пожалуйста А вот это чушь Или нет С научной точки зрения Вот Десять уколов Мышцу Это курс лечения Цереброзина Или это С научной точки зрения Правильно Как вы считаете Да все понял Значит Церебролизин Значит Просто так колоть Его конечно не надо Обычно Церебролизин Это Вещество Как я вам говорил Экстракт из мозга Животных Причем там есть Разные фракции Иногда из коры Иногда из ствола Но это всего лишь Навсего Скажем так Подкормка То есть просто Что болит Тем и лечим Взяли мозги Размололи их Вытащили экстрактом Оттуда Некоторые Наиболее дефицитные Для нашего организма Компоненты Вводят Если у вас Была нейротравма Если у вас Были проблемы Если у вас Проблема И с головой Может быть даже И с поведением В некоторых Случах Церебролизин Оказывает воздействие Ничего сказать не могу Да В некоторых Случах Помогает Но относиться Надо осторожно Это то же самое Как специфические Витамины Только вводимые Обычно На внутримышечные Будьте осторожны Давайте послушаем Еще один вопрос Да я вас слушаю Алло Здравствуйте Сергей Вячеславович Да да Я вас слушаю Скажите пожалуйста Чтение научной литературы Способствует развитию Мозга Улучшает кровообращение Мозга Лобных долей И вообще Стоит ли читать Из художественной литературы Или только Исключительно научную Да Все понял Дело в том Что мы все таки Обезьяны И не надо об этом Нет Есть конечно люди Которые считают себя Там Что их сделали из ребра Или еще Не дай бог Из глины Кого-то вылепили Для тех Это не относится Лучше к тем передающим Не слушать И переключаться На какой-нибудь Хороший канал Правильный Значит Вот те Кто задумывается Об этом Могу сказать Нужно читать И художественную литературу Вы поймите Мы же полуобезьяны И когда вы читаете Хороший детектив С закрученным сюжетом С умными героями С честными людьми Порядочными детективами Ну не без слабости Там для натурализма Вы также точно Стимулируете свой мозг Потому что Как дети Они часто не видят детали Но видят фабулу Человеческому мозгу Взрослому Также нужна Тоже справедливая Правильная фабула Потому что В конце концов Это те самые Эмоции Те самые гормоны Лимбической системы Которые нужно Как-то сбрасывать Иначе Ну Хвост все равно Проявится Поэтому Ходите на хорошее кино Которое вас оставляет Неравнодушным Ходите Читайте хорошие книжки Наука Это Баланс Вы можете заниматься Наукой В ограниченном Объеме Мозг не бесконечен Поэтому его надо иногда И переключать На другую форму Деятельности О чем я многократно говорил И интересненькое И вкусненькое съесть Интересненькое посмотреть И даже Просто поговорить В пивной Это тоже отлично Это продлевает жизнь А не укорачивает ее Поэтому Уважаемые слушатели Вы ведите себя По-человечески Не думайте Что читая Ненаучные книжки И там Съезжая На этих книжках Окончательно Вы там добьетесь Какого-то результата Жизнь должна быть Разнообразной Мозг не приспособлен К научной деятельности Это самое Извращенческое занятие Которое требует Огромных сил И ресурсов Разрушает организм Поэтому яды Надо дозировать А сейчас Примем еще один звоночек Будьте добры Вы в эфире Дай вас слушаю Задавайте свой вопрос Здравствуйте Сергей Ильич Павлович Вопрос такой Учитывая механизм Работы глиальных клеток Тем Кто занимается Умственным трудом Какой нужно удерживать Режим питания Разнообразие питания Да я понял Значит я понял Конечно это зависит От массы мозга вашей Это раз От вашего этнической Принадлежности Много особенностей Значит Одним легко себя заставить Других трудно Значит Учитывая метаболизм Занятие вот такое Напряженное Интеллектуальным трудом Чтобы вы смогли И на следующий день Заниматься тем же самым Не должно превышать Четырех часов Я значит Всякими способами Делал опыты над собой И как угодно И вот собственно Необходимая такая Минимальная Допустимое Допустимое время Минимально допустимое Для занятий научной деятельности Около четырех часов Это не значит Что остальное Можно там же Лучше бежать Колоть дрова И все выводить счастливо Нет Собственно работа мозга Она требует подготовки Сначала какой-то ручной Вы какой-то делаете Механическую работу Связанную с вашей Научной проблемой И потом на выходе тоже То есть А собственно говоря Усилий Примерно часа на четыре Хватает Уровня метаболизма Потом возникает задолженность По метаболитам И уже то что Смотришь в книгу И видишь фигу Вот к сожалению Поговорка верная Она связана зачастую С усталостью Нагрузки Вы не можете вести Достаточно активное Осмысленное Усвоение материала Или его обдумывание Поэтому вот примерно так Но это при достаточном опыте Надо тренироваться Вы поймите Для детей Там зачастую Несколько часов Смертельно Они там потом Не могут С себя прийти А если вы постепенно Наращиваете Несколько лет Речь еще идет об этом То да конечно Можно довести до четырех часов Но нужно входить В это состояние Готовиться И так же точно выходить Ну давайте Вот еще у нас Один вопрос Будьте добры У нас не получилось Ну ничего страшного Мы попробуем другой Да вы в эфире Я вас слушаю Алло Да 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 Здравствуйте Вот хотелось бы Такой вопрос задать Вот вы говорили Что важен Женщине низкий Мужской голос А вот вспомните Вот Лайского май Там же у него голос Был вообще низкий Или Витус Как зарвать шарманку Да 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 Я вас понял Почему Несоответственно Да я понял Дело в том Что женщины Очень разные Понимаете На высокие голоса Писклявчики Такие вот Типа там Майский Ласковый май Все такое Они тоже очень хороши Потому что Подрастающие девушки С формирующимся мозгом Они заточены На мозг ребенка Они уже созрели Репродуктивно То есть они могут Детей изготовить Но их там Например еще нет Поэтому у девочек Созревающих Высокие голоса Вызывают инстинктивную Ассоциацию с детьми То есть они испытывают Материнские чувства Ну и готовы Этих же детей С этими же Образцами Писклявости Завести немедленно То есть К сожалению Это да по-разному Да Зависит очень сильно У женщин От возраста От их Жизненной опытности И общения Но мы говорим Все-таки Не о подростковом Периоде Потому что Смотрите Кто ломился На этот Тот же Ласковый май 13 18 лет Вот Диапазон А это Пубертатный период Активный Созревание мозга И тут Диапазон Частотный Как раз Двигаются Высокие голоса А такие девочки Боятся Таких мужиков С низкими голосами Бог знает Что им в голову придет Ну вот Поэтому Ориентируются На писклявчиков Ну ничего страшного Со временем Это проходит То есть Еще плюс Имейте ввиду Индивидуальность Поля Слуховые В том числе Ассоциативные Различаются У людей В 3-4 раза Ну ясно Что кому-то нравится Выборки-то огромные Миллионы людей Там приходят Десятки тысяч На эти концерты Ну всегда Можно Вы подобрать Кого вам нужно Давайте Еще один вопрос Да Я вас слушаю Алло Да-да-да Я вас слушаю Здравствуйте У меня предложение И вопрос Сергей Вячеславович Первое Предложение Создать фонд Значит пока Наше государство Слуха глухонемое Да А второе Взвешивали ли вы Свой уникальный мозг Спасибо Скажите сколько Спасибо большое Спасибо Значит так Насчет собственного мозга Начну с конца Свой собственный мозг Не взвесил Надеюсь его выковырят И взвесят После моей смерти Но такой задачи не было Чужие Так сказать Прижизненно определял И массу Объем были такие Уважаемые заказчики А насчет Фондов Могу сказать Что к сожалению Это невозможно Потому что Создание фонда Введение научной деятельности Без государственной воли Это невозможно Особенно связанное с людьми А сейчас Завершая нашу передачу Мы подведем итог Текущего голосования Значит что оказалось Значит результат голосования По вопросу О том Писать отчеты Ученым Которым не платят Не финансируют И так сказать Еще публично унижают Постоянно Или нет Значит 15% Проголосовало Да Что мы должны Как честные рабы Писать эти отчеты А 85% Предлагает Не писать Это я адресую Фоно Непосредственно Господину Котякову А сейчас Новости Котякова